Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс. Автор Чекин. Часть 1. Задание 370. Сколько сторон и сколько диагоналей у четырехугольника, у шестиугольника, у треугольника? Итак, мы должны определить количество сторон и количество диагоналей у четырехугольника, шестиугольника и треугольника. Давайте начнем с четырехугольника. Изобразим четырехугольник. Четырехугольник – это геометрическая фигура, которая состоит из четырех углов, четырех вершин. Давайте мы изобразим эти четыре вершины. Четыре точки. Вот так, вот так. Ну и так, например. А вот теперь соединим соседние, или говорят, смежные вершины. Вот первую со второй, вторую с третьей, третью с четвертой и четвертую с первой. И вот теперь давайте считаем, сколько сторон, а сколько диагоналей у четырехугольника. Мы знаем, что стороной многоугольника называется отрезок, соединяющий соседние или смежные вершины. Тогда мы видим, что здесь мы соединяли именно соседние или смежные вершины, а значит, получили, получили, давайте сосчитаем, один, два, три и четыре, четыре стороны. Давайте это запишем. Так, у четырехугольника четыре стороны. Теперь сосчитаем, сколько диагоналей. Но мы знаем, что диагональ – это отрезок, который соединяет несоседние вершины. Тогда давайте красным отметим эти несоседние вершины и проведем диагонали. Ну, вот, например, мы рассмотрим первую вершину, вот эту вершину. Вот эта вершина и вот эта вершина для неё являются соседними, поэтому отрезки, соединяющие первую вершину с вот этими двумя, которые мы отметили, они образуют стороны, а единственная вершина, которая является несоседней для данной вершины, это вот эта вершина. То есть мы соединяем вот эти вершины и получаем диагональ. Теперь рассмотрим вторую вершину, ну, вот эту вершину. Для неё единственная несоседняя с ней вершина – это вот эта вершина. Значит, мы можем соединить вот эти вершины и тоже получим диагональ. Если мы будем рассматривать вот эту вершину, вот эту, то для неё единственная несоседняя – это вот эта вершина, но эта диагональ уже проведена. И если мы будем рассматривать четвертую вершину, вот эту, для нее единственное не соседнее, это вот эта, и эта диагональ уже проведена. Таким образом, мы изобразили все возможные диагонали, и этих диагоналей получилось ровно две. Запишем это у четырехугольника, ну, так можно поставить двоеточие, четыре стороны и две диагонали. А теперь осмотрим шестиугольник. Давайте изобразим шесть вершин шестиугольника. Ну, например, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот теперь соединим соседние вершины. Первая со второй, теперь с третьей, с четвертой, с пятой, с шестой и шестая с первой. Вот мы соединили все соседние вершины, и фактически мы изобразили стороны. И тогда мы можем записать, что у шестиугольника вот так поставим двоеточие, шесть сторон, потому что всего шесть отрезков у нас получилось. Отрезков, которые соединяют соседние вершины. А теперь давайте изобразим диагонали. Еще раз вспомним определение диагонали. Диагональ – это отрезок, который соединяет несоседние вершины или несмежные вершины. Тогда, если мы берем первую вершину, вот первая, какие вершины будут для нее несмежные или несоседние? Вот эта будет вершина, вот эта и вот эта. Две другие будут соседними, и соединение с ними дает нам стороны, а нам нужно получить диагонали. Тогда соединяем с этими несоседними вершины. Получаем вот одна диагональ, вторая диагональ и третья. А давайте сразу их и пронумеруем. Вот первая, вторая и третья. Переходим к следующей вершине, ко второй вершине. Вот она вершина эта. Для нее несоседние вершины – это вот эта, вот эта и вот эта. Тоже три вершины. Соединяем. Получаем вот четвертая, пятая и шестая диагонали. Давайте даже их подпишем. Четвертая, пятая и шестая. Переходим к следующей вершине, к третьей вершине. Вот она, третья вершина. Для нее несоседние – это вот эта. А, ну еще вот эта. И вот эта. Тоже три. Ну вот вершина, первая вершина, третья и первая вершина. Эта диагональ уже проведена, она под номером три. А вот эти диагонали не проведены. Значит, мы вот эту и вот эту соединяем. И вот эту и вот эту соединяем. То есть фактически мы нарисовали только две диагонали. Значит, вот она, седьмая у нас и восьмая. Так, переходим к следующей вершине. Вот эта у нас будет четвертая вершина. Вот она, четвертая. Для нее не соседняя. Это вот эта вершина. С ней уже есть диагональ. Это шестая диагональ. Вот эта вершина не соседняя. С ней тоже уже есть диагональ. Это вторая диагональ. И вот этой диагонали нет. Поэтому мы ее дорисовываем, эту диагональ. Ну и подпишем, что это у нас девятая диагональ. Дальше переходим к следующей точке. Это у нас пятая точка. Пятая вершина. Вот она, пятая вершина. Для нее они соседние вершины. Вот эта диагональ уже проведена. Вот эта тоже с ней есть диагональ. И вот эта самая первая с ней тоже уже есть диагональ. Значит, мы диагонали не дорисовываем. И последнюю вершину, шестую мы рассматриваем. Вот она. Для нее не соседняя. Это вот эта, вот эта и вот эта. Все эти диагонали уже есть. Это четвертая диагональ, седьмая диагональ и девятая диагональ. Все вершины мы пересмотрели. И все диагонали, все возможные диагонали мы уже нарисовали. Поэтому этих диагоналей получилось у нас всего девять. И поэтому нам только остается это записать. У шестиугольника шесть сторон и девять диагоналей. Но забегая наперед, для особо любознательных следует сказать, что не обязательно было эти все диагонали изображать и их пересчитывать. Число диагоналей шестиугольника, как и любого другого многоугольника, можно рассчитать. Но давайте рассчитаем на примере шестиугольника. Итак, шестиугольник имеет шесть углов, шесть вершин. Всего шесть вершин. И мы все их рассмотрели, когда мы изображали диагонали. Если мы посмотрим на этот рисунок, то мы увидим, что из каждой вершины шестиугольника выходят по три диагонали. То есть шесть вершин по три диагонали выходят из каждой вершины. Но если мы рассмотрим любую диагональ, то она ведь проходит через две вершины. И к какой вершине ее относить? Например, третья диагональ соединяет первую и третью точку. А вот тогда к какой точке ее отнести, к первой или к третьей? Таким образом, чтобы не учитывать диагональ дважды, нам нужно вот это количество еще разделить на два. И мы получим шесть умножить на три, восемнадцать разделить на два. Это будет девять диагоналей. И вот так по вот этому принципу можно рассчитать число диагоналей у любого многоугольника. Нужно знать, сколько, только сколько у него вершин. И на основании этой информации можно рассчитать, а сколько у него будет диагоналей. Но нам еще остался треугольник, поэтому давайте изобразим треугольник, три вершины. Вот три вершины. И мы их соединим. Вот так и так. А раз мы соединяем соседние вершины, то мы получаем, что у треугольника всего три стороны. У треугольника три стороны. А сколько у треугольника диагоналей? Еще раз вспоминаем определение диагонали. Диагональ – это отрезы, которые соединяют не соседние вершины. А у треугольника нет не соседних вершин, потому что какую мы вершину не возьмем, ну, например, первую, вторая и третья для нее будут соседними. Если мы возьмем третью, то для нее вторая и первая тоже будут соседними. Поэтому диагонали у треугольника нет. Так и запишем. Вот так запишем. И ноль диагонали. То есть диагонали нет. На этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. – Субтитры создавал DimaTorzok